По поводу децентрализации в семье. Речь идет о том, что современные технологии, они приводят к изменению и в институте семьи, в социальной сфере, в бизнес-сфере, в государстве и так далее. Семья это как самая маленькая организация. Ну или одна из самых маленьких организаций. Организации создаются всегда для взаимовыгодного сотрудничества. По поводу децентрализации семьи или семейных отношений, я имел в виду, что создание платформ, цифровых платформ, которые базируются на цифровых технологиях, они приводят к тому, что становится проще и дешевле искать быстрые связи, нежели строить долгосрочные. По крайней мере, то, что я наблюдаю, там говорят 70% разводов, я вижу это чисто экономические причины. Не потому, что там люди стали меньше зарабатывать, как раз наоборот, а экономические женщины стали самостоятельными. И когда есть два равноправных, равных по доходам субъекта, то нету доминирования одного над другим. Семьи, ну где мужчина и женщина, сильные семьи, это там, где есть взаимовыгода не в плане того, что доминирование, а в плане того, что поддержка, то есть когда есть совместное дело и друг другу помогают, то есть, ну выгодно. Если интересы разные, то такие семьи распадаются. Ранее было разделение труда. Женщина занимается одними делами, мужчина занимается другими делами. Зачастую мужчина был добытчиком, а женщина обеспечивала, ну там, семейный очаг. Сейчас это все меняется. Сейчас нет такой сильной необходимости, там, сохранять этот очаг, там, проще в магазин прийти, там, все купить, и стиральные машинки, там, подсудомоточные машинки и так далее, так далее, короче. Вся эта рутина, она сильно автоматизировалась и поэтому меняется. Так вот, цифровые платформы а-ля сайты знакомств, они как раз приводят к тому, что институт семьи сильно меняется. Ну, он уже поменялся, на самом деле. А то, что рассказывали, там, коммунисты об обществлении, в том числе об обществлении женщин, как ресурсов, мне кажется, собственно, мы как раз в этом всем живем. То есть, можно сказать, что социализм наступил уже давно. Но это не военный, да, там, социализм или, там, военный коммунизм, когда все бесплатно и, там, по разнарядке, а когда есть совместная собственность на средства производства. Сейчас, наверное, какие-то ужасные вещи скажу. Люди являются средствами производства. И люди – это капитал. Если рассматривать семью, как производящую ячейку, воспроизводство людей, ну, то женщины становятся, собственно, ну, так же, как и мужчины, средством производства. Да, категория А. Производство средств производства. И в этом плане, кстати говоря, с точки зрения государства, человеческий капитал – это очень важная часть всей экономики, которая сильно недооценена. А в поддержание капитала, в его наращивание необходимо вкладываться. И самое главное, с точки зрения государства, когда инвестируешь ресурсы в создание, в производство, там, станков, оборудования, да, то есть основных средств, там, производства, да, очень интересно, как так все можно бесплатно раздать. Я понимаю, там, права человека, свобода, там. Вот с точки зрения государства, свободный выезд граждан, в которых вложено, там, в образование, в обучение, вот это все, это просто разбазаривание средств производства. Вот. Значит, подытоживая, институт семьи меняется, и если рассматривать вот так вот сухо, без эмоций, необходимы ресурсы, есть средства производства этих ресурсов, есть платформы, которые позволяют делать это более оптимальным способом, нежели старые инструменты, да, в виде, там, знакомства где-то в клубах, или знакомств, там, по газетам, да, или, там, совместные знакомые, которые, там, опять же, непонятно, то ли сойдутся характером, не сойдутся, а когда можно по, ну, ладно, анкетирование, или лучше, там, персональные агенты, которые уже знают психотипы, которые подберут наиболее оптимальный, наиболее близкий вариант с наименьшими транзакционными издержками, или, как сейчас модно говорить, транзакционными издержками. Слово transaction, блин, оно на английском языке одинаково, хоть транзакции, называйте, хоть транзакции. Вот, в общем, короче, издержки, и про то, что вот Аузан говорил, мне очень нравится, как Аузан выступает, о том, что все технологии, да, там, революция, и в частности сейчас, которая, оно нацелено на уменьшение транзакционных издержек. И транзакционные издержки, в том числе в институте семьи, они уже уменьшились, и, скорее всего, будут еще уменьшаться. Это надо понимать. Будет изменение. Будут ли оставаться семьи? Да, будут оставаться семьи. Но семьи построены не на старых принципах подчинения одного другому, или, там, экономического, там, хотя такие тоже, наверное, останутся. А скорее будут оставаться те, где есть общие цели, общие мысли, в общем, что-то общее, да, объединяющее. Ну, понятно, не только секс, и не только, там, дети, дети вообще не являются, по-моему, какие-то. Вот, собственно, имущество, там, в виде квартиры или бизнеса, оно сильнее как-то воздействует, чем... Ну, по крайней мере, это мои наблюдения, да, то есть, возможно, я ошибаюсь. Собственно, вот, что я имел в виду под децентрализацией семьи. Так же, как, собственно, децентрализация экономических взаимоотношений в бизнесе и в государстве, и между государствами. Кстати, между государствами взаимоотношения, это чисто анархические взаимоотношения, где есть субъекты. А все, что внутри юрисдикций, оно так или иначе лежит под этой юрисдикцией. То есть, всегда, получается, есть какой-то царь-батюшка, либо какая-то система, судебная система, к которой бегут потом в случае возникновения проблем. Собственно, когда мы говорим про платформы, то платформы – это свои собственные юрисдикции. Я, естественно, имею в виду децентрализованные платформы. Еще раз отмечу. Есть централизованные платформы – это просто олигополия. То есть, это большой бизнес, это сервисы. А речь идет именно про децентрализованные платформы, которые обеспечивают блокчейн. Ну, собственно, вот на этом все.